Микс Ньюс Программа «Излушатели» Олег Пеков в студии, это программа «Синяя мама», мы будем сегодня говорить о кино, хотя о кино очень специфическом, вот в свое время, во время телемоста Америка и СССР прозвучала фраза «В СССР секса нет», хотя вот Юрий Поляков, с которым буквально недавно я беседовал, он был свидетелем, он говорит, что просто вторая часть фразы не была услышана, сказали «У нас есть любовь», говорит, что вот в принципе-то в контексте эта фраза не такая уж и глупая, но на самом деле вот сейчас мы узнаем, был ли секс в Соединенных Штатах Америки, поговорим мы сегодня вот о сексуальности, эротизме в откровенных постельных сценах в кино, и сегодня мы поговорим с нашим гостем, у нас врач-сексолог Артур Шульц в студии, здравствуйте, добрый день. Добрый день. Очень интересно ведь, если проследить историю запретов и разрешений, что в Америке, например, сначала, когда кино только появилось, не существовало запретов вообще, то есть, ну, показывали, там эпоха немого кино практически была абсолютно без цензуры, там были и сцены, ну, любые. Затем вдруг Америка стала очень-очень, ну, вот в области кино пуританской, поскольку президентом вот ассоциации прокатчиков был такой Уильям Хейс, а это был староста Пресвитерианской Церкви, и его помощниками были священник-изуит и издатель католического журнала, и вот они разработали строжайший кодекс, который даже назвали его именем Кодекс Хейса, где не просто нельзя было показывать женское обнажённое тело, нельзя было показывать там какие-то акты совокупления, там нельзя было даже показывать, намекать на то, что, намекать на любовь без брака, то есть, там даже супругов нужно было обязательно показывать в отдельных постелях, даже их нельзя было показать в одной постели, То есть там доходило до такого маразма, что, собственно, в Америке это подвергалось смеянию, но долгое время он просуществовал до 1966 года, больше, чем 30 лет этот кодекс. А затем всё рухнуло и стало можно показывать одну, поскольку сексуальная революция произошла в Америке. Вот почему такие происходят очень странные вещи? Потому что сейчас опять мы видим, с одной стороны, в кинотеатрах нельзя показывать откровенные сцены, там есть система рейтингов, а вдруг на телевидении, ну понятно, что это специальные каналы, HBO, те же самые «Игры престолов», там можно показывать очень откровенные сцены. И вот эти вот какие-то непонятные всё время происходят. Вот в Шарахане почему так пугаются или наоборот вот вдруг наоборот раскрепощаются люди, чтобы показывать это всё на экране? Я думаю, что это вызвано тем, что той культурной борьбой, культурной войной, это есть такой термин, есть в культурологии, в политологии, что война между двумя противоборствующих лагерей, с одной стороны, которые пуритане, разного рода религиозные деятели, которые люди, у которых есть очень много комплексов, и с одной стороны, но под этим скрыто их желание сохранить власть над человеком. Татарная власть не может человека полностью контролировать. Можно поставить на перекрестках танки, запретить интернет переключить, или свободное издание, запретить собираться в митингах и такое. Но запретить то, что происходит домой, в постелях, где-то в каких-то заукоулках, в лесу, в рощах, это запретить между людьми интимно, это практически невозможно. Можно пройти людям вместе в баню, и всё там происходит, и очень-очень хорошо, и контролировать таких людей практически невозможно. Тогда стараются контролировать внутренне, создать такую атмосферу, что и в семье, и между людьми отношениях, что человек чувствовал себя греховным, неправильным, что сексуальность, что это патология, и таким образом это пытаются делать. С другой стороны, есть здравомышлящие люди, которые основываются всё-таки на знаниях психологии, психотерапии и истории предыдущих войн страшных, которые произошли тоже, у которых было очень много энергии для этих войн, именно брали от запрета сексуальности. Есть история, как Гитлер запретил им мастурбацию, Гитлер старался контролировать любые сексуальные проявления немцев, подавляя тем самым и создавая мощную энергию для воинствующих своих целей. То же самое делал Сталин. Да, да, ведь можно вспомнить о том, что как раз-таки вот эти коммунальные квартиры, где несколько поколений жили практически в одной комнате, и то, что в гостиницах не пускали женщин. То есть, ну вот всё делалось для того, чтобы невозможно было уединиться людям, которые, ну вот просто вне брака хотят вступить в отношения. Это было сделать практически невозможно. Ну да, старались создать очень, чтобы было напряжение, было напряжение в обществе. И тогда, когда у человека есть напряжение, происходит нейротизация. И с этим мы встречаемся и сейчас, хотя советский строй, ну, ушёл по прошлое. Но невертизация – это депрессия, это насилие, и это зависимость, разная-разная рода зависимости. И тогда человеку язвим, и его можно контролировать. С другой стороны, есть люди, которые говорят, что так же нельзя, что это нужно, чтобы общество было свободных людей, что мы таких людей, конечно, нельзя просто управлять. Они хотят знать, почему правительство делает так и так. И есть их контролировать трудно или даже невозможно. И поэтому часть тоталитарных думающих людей хочет такую политику. И поэтому и запрещает кино, которое показывает свободно отношения. То, что мне хочется, какое же мне отношение к этому, мне появляется протест к тому, что как человека убивает. Это можно показывать разных, сотнях, тысячах вариантов, как это происходит и в одиночку, и в оптом. Как это убивается, это всё свободно показать можно. И даже детям, и без всякого ценза. И очень детально это делается. А как зачать ребёнка, как способствовать, чтобы демографическая ситуация в Западе в целом, и в Латвии в частности, которая у нас не то что плачевная, очень плохая, как это делать лучше, чтобы это было, этого не показывает. Была бы сказка для взрослых людей, как хорошая сказка, как нам вести, чтобы мы могли продолжаться как пара, как два человека и как общество. Но, кстати, вот в Америке было целое, несколько таких вот волн, я бы сказал, фильмов. Это такой даже прямо жанр, молодёжная эротическая комедия. Была, по-моему, порки в 80-е годы. Это, в принципе, про старшеклассники. Ну, сюжет один и тот же. Это старшеклассники, которые, как всегда, думают о том, что должно произойти во взрослой жизни, как должно это произойти в первый раз. И этот сюжет обыгрывается. Американцы затем, это была горячая, жевательная резинка, потом был очень популярный в советское время. Потом, конечно, «Американский пирог», вот фильм, в котором опять всё время один и тот же сюжет. Вот молодые, ещё неопытные, ну, скажем так, девственники, молодые люди, они пытаются преодолеть вот эти комплексы. Почему вот этот, ну, вот этот сюжет тоже так вот привлекательный? Насколько вот эти фильмы пользуются большим? Ведь спросом «Американский пирог» очень был популярен, если вспомнить. Ну, потому что ситуации, когда человек с одной идентичности переходит в другую, например, он девственник, девственница, и он при этом, в этом процессе, как бы, некоторые бы сказали, это очень, ну, простой что-то, что там ничего страшного, но человек же переживает очень много эмоций, он должен очень много научиться в этом процессе, до этого, во время этого процесса, после этого. Как это всё решить? Это очень много накал страстей. И, конечно, люди кино, они ищут такие ситуации, где человек, ну, что, начало сексуальной жизни, начало школьной жизни, рождение ребёнка и умирание. То есть посередине жизни, когда ты спокойно работаешь, спокойно живёшь регулярной сексуальной жизнью, которая более-менее удовлетворена, это неинтересно. Когда переходные периоды, это очень интересно, это страсти, это эмоции. И, конечно, это всё интересует, как это было у меня, как у них это будет вдохновляться, кто-то смотрит, примеряет себе эти сценарии в своей жизни, кто-то думает, да, если бы у меня были такие знания, я бы очень тогда был бы счастлив, не было бы таких ошибок, не допускал, да, у меня тоже это было, такие вещи. Конечно, это интересно. С другой стороны, мне, например, любопытно, что европейское кино, оно как будто бы всё равно более продвинутое, более раскрепощённое, чем американское, потому что как раз, ну, вот в 60-х, в середине 60-х, в начале даже 60-х годов очень смело именно европейское кино стало показывать и женское тело, и отношения, поднимать такие, ну, в общем-то, темы скандальные, как если вспомнить фильм Бенюэля «Дневная красавица» про респектабельную женщину, которая тайком уезжает в публичный дом, и вот она удовлетворяет свои сексуальные фантазии, оставаясь неузнанной, и при этом она вот как бы респектабельна. То есть, ну, эти фильмы, ну, как бы они затрагивали табуированные темы, и, ну, если вспомнить вот как раз недавний фильм Франсуа Азона про педофилию в католической церкви, то есть, ну, вот всё время как будто бы европейское кино идёт на шаг впереди, затрагивая темы, о которых не решались сказать в другом кино. Я думаю, что ответ кроется в европейской истории, культуре, потому что, да, Америка участвовала во Второй мировой войне, но то, что пережила Европа, я думаю, что это очень-очень много болей, и поэтому есть желание жить, и эта страсть жизни, это всё-таки закаляет людей, и всё-таки это было, мы смотрим, история влияет на нас. В Америке, когда последний раз строй менялся? 200 лет назад. А у нас это через 50 лет, 30 лет, всё меняется очень-очень быстро, и, конечно, это способствует развитию. Конечно, это вызывает боль у многих людей, но это поднимает и творческий потенциал, и поэтому так есть, и, конечно, у нас демократические эти импульсы, я думаю, выражены сильнее, потому что пережили Холокост, пережили уничтожение миллионов людей на территории Европы, и при том это же было и не только во время Второй мировой войны, это было в 1993-1995 году, бывшей в Югославии. К концу говоря, массовые захоронения, это не может оставить без внимания угнетение каких-то людей. Боль ребёнка, когда его используют священник, который обещал его там поднимать духовно и служить, ну, это, конечно, вызывает протест у людей, конечно, об этом здесь не есть. Снимут кино, конечно, очень хорошо, что это есть. Но вот вы говорили, да, о том, что очень странно, что можно показывать действительно на экране насилие, но в то же время сразу вступают в запреты, когда речь касается каких-то тем сексуальности. И вот интересно, что в Америке ведь, когда была очень такая в кинематографе цензура, она опиралась на то, что кинематограф не считался искусством. И когда ссылались на первую поправку Конституции Соединённых Штатов Америки, что это всё-таки выражение свободы, говорили, нет, это просто развлечение, это делается ради денег. И только в 60-е годы, когда признали кинематограф действительно одним из видов искусства, стало ясно, что художник может выражаться и таким образом. Но вот интересно, что одним из, наверное, самых провокационных Ларс фон Трир, опять-таки у него очень часто он возвращается к теме сексуальности, это и фильм «Нимфоманка», это практически пятичасовой фильм, где очень откровенные сексуальные сцены, и фильм «Антихрист», где это и хоррор, и отношения между супругов, которые разладились, и ряд других, там в «Идиотах» есть сцены. Вот именно почему такое вот, ну вот бывает какое-то иногда болезненное изображение сексуальности, то есть вот в принципе, скажем так, вот то, что вы говорили о том, что хорошо, если бы это пропагандировало здоровые отношения, семью, рождаемость, но художники обычно стараются всё-таки показывать какие-то вещи, ну вот я не хочу употреблять слово «извращение», потому что сейчас уже границы раздвинуты, но тем не менее показывать что-то нетрадиционное, болезненное, подспудное, вот их тянет именно в эту тёмную почему-то сторону. Да. Отвечу, я посетил курсы по кино, теории кино, потому что трудно, очень трудно показать простых людей, у которых как будто нет такой, ну страсти, или она спрятана очень глубоко. Показать чиновника в кабинете, ну снять о нём фильм, очень тяжело, потому что нужно узнать его тайные стороны, его страсти, его желания, его отношения с разными людьми. Это очень тяжело или даже невозможно, потому что человек закрыт. А когда, а через какое-то, через преступление, через девиацию, ну какого-то отклонения от нормы, там показывается не только отдельный человек или семья, или среда, показывается всё общество. Через этого можно очень легко экспонировать, показать то, что происходит внутри какой-то группы, например, религиозной, там, это противостояние, ну, с одной стороны, они декларуют очень священность, например, религиозная группа, а с другой стороны, там, перверсии такой, которые простые люди не придумают, у них нет, ну их секс довольно, ну, интересный, для них интересный, но показывать одно и то же самое, как они занимаются вечером или ночью сексом, для большинства общества, они через третий раз скажут, нам неинтересно, а показать девиацию, это может быть что-то интересное. Люди хотят этого интересного. Конечно, мне тоже хочется упрекать тех людей, которые делают кино, потому что нужно работать на изучении, потому что и простые люди, они со своими интересами, они со своими страстями, со своими фетышами, своими какими-то тайными сторонами, которые не такие страшные, девиантные, но у каждого есть свой перчик, и он спрятан, у нас же есть гастрономические страсти, одни хотят кофе с молоком, другие там с перцем, и чёрное, и с холодным стаканом воды, у каждого есть своё, и также в сексуальности, одни хотят так, а другие по-другому. Если это узнать, но это очень нужно быть очень утончённым, чтобы в эту глубину пойти. Это тяжело. Может, они идут по пути, и они меньше сопротивления, и поэтому показывают только девиации, большинство девиаций. Это программа «Синема». Я напоминаю, что сегодня мы посвятили нашу сегодняшнюю программу в такой теме, как сексуальность в кино, не обязательно, это не просто эротика, мы просто рассуждаем о том, почему присутствуют такого рода сцены в фильмах, и сегодня в нашей студии врач-сексолог Артур Шульц, также связанный тоже, имеющий отношение к кино. Мы сделаем небольшую паузу, после чего обязательно продолжим наш разговор. Продолжается программа «Синема». Сегодня в нашей студии врач-сексолог Артур Шульц. Мы говорим о сексуальности в кино. И вот оно, кстати, выходит на киноэкраны на этой неделе, фильм «Ужасов», вторая часть фильма «Ужасов. Оно» по Стивену Кингу. И очень интересно, что вот в фильмах «Ужасов» есть такое непреложное правило, что в первую очередь погибают как раз-таки те персонажи, которые проявляют чрезмерную сексуальность. То есть это какие-то девушки в коротких юбках, вызывающие одетые или молодые похотливые юноши, которые предаются любви. Вот такой вот существует стереотип, что в первую очередь маньяк какой-нибудь убивает именно их. Это как бы кара за их излишнюю сексуальность. В этом нет ли тоже какого-то, ну не знаю, подавления, может быть, какой-то энергии сексуальной? Ну, я до 2000 года работал в Центре криминологических исследований. И то, что меня поразило очень сильно, ну интеллектуально, что когда читал о тяжелых преступлениях против личности, это тяжелые телесные повреждения, убийства, и там было исследование, ну и иностранные исследования были, поэтому мы переводили много этих материалов для пользования Министерства внутренних дел, Тесла, это у министров и всех, ну там, комитет Сайма. И там было написано, что причина этих преступлений подавлена сексуальность, что человек не может естественным путем проникать в тело, ну там, желаемого человека. Сделать это как-то в взаимном согласии, с радостью для обоих и получить, делать то, что обоим нравится. И тогда, если у этого человека нет пути, легального пути, как он это может достичь, они делают или увечья другому человеку, или убивают пулей, ножом, цепотопором, каким-то другим способом, что это происходит от подавления сексуальной страсти. И, конечно, кино это показывает. Знают ли они эту теорию или не знают? Я думаю, что кто-то там сценарий, который делает, наверное, изучали тоже преступление, что маньяк не может вставить там в любимую женщину свой орган, и как-то вставляет можно. Ну, конечно, лучше бы естественным путем, я бы предложил, но так есть. И, конечно, это и кара, да, что вы говорили, что кара, если ты будешь сексуальным, мы тебя накажем. Это наказание, это идет через, ну, конечно, элемент христианской идеологии, что все должны получить кару за то, что они сексуальны. Ну, если это происходит и противоречие, если ты… Бог создал человека, он создал его сексуальным, чтобы они искали друг друга, щупали, трогали, занимались сексом таким или другим, все это идет от Бога. Ну, давайте делайте это. Причем, почему должен быть наказан, если я делаю то, что как бы программа, программа, согласно программе, которая вложена в нас, у всех, в сознание, подсознание. Ну, так что там есть много противоречий, но кино показывает, но… Кстати, вот если говорить про сексуальность, наверное, один из самых популярных, знаменитых фильмов – это «Основной инстинкт» Шерон Стоун. И вот недавно я, ну, прочитал очень интересную мысль, действительно, это знаменитая сцена в полицейском участке, когда присутствующие полицейские, когда она перекладывает ногу на ногу, вдруг понимает, что она без нижнего белья. Она имеет вот именно смысл унижения этих полицейских, поскольку она прекрасно понимает, что ее подозревают в убийстве, но тем самым… Ну, вот смысл этой сцены, что вы ничего… Ну, все равно вы ничего не докажете. То есть вот это вот какое-то вот… Это такое сексуальное издевательство, ну, то есть вот тонко показанное вот Полом Верховеном. Именно вот через этот секс вот мы как бы подсознательно мы понимаем, что она издевается над полицейскими, как будто бы показывая себя, но при этом давая им понять, что они не смогут ее поймать за руку. Вот интересно, ну, такие вот расшифровки вот каких-то… То есть это не просто какая-то, ну, эротическая сцена ради эротической сцены, не просто чтобы раздеть там актрису или создать просто сексуальное напряжение, но это дает какой-то штрих в ее портрет, в ее образ, вот, который очень важен, важен для этого фильма. То есть без этой сцены фильм бы многое проиграл. Ну, сексуальность – та сфера, в которой очень легко показать переход границы, то есть расширение границы дозволенного, не только сексуального дозволенного. Она переступает закон, уголовный закон, не убивать другого человека, но при том она переступает и сексуально. Это показано тоже по аналогии, то что если я могу сексуально показать себя, я могу сделать в другой сфере что-то такое. По аналогии показано. Конечно, люди кино, они пользуются тоже какими-то клишеями. То, что работало в одной, в одной фильме посмотрели. Ну, давай будем в другом фильме то же самое, но чуть-чуть по-другому сделано. Ну, конечно, интересный приём, но в жизни он тоже. Он показывает то, что есть в жизни. Если мы сексуально можем что-то позволить себе такое, как бы, интересное, мы можем и в своей другой жизни, и в социальной жизни, и в экономической жизни мы можем что-то делать другое. Не обязательно это должно быть преступление. Это может быть что-то очень полезное, открытие, творческое что-то. Очень популярный жанр, действительно эротический триллер, который с основным инстинктом. И ещё до него Эдриан Лайн снял очень интересный фильм «Роковое влечение», где снимались Майкл Дуглас и Глен Клоус. И сюжет этого фильма, что, ну, женатый мужчина, бизнесмен, заводит интригу с женщиной Глен Клоус. Ну, вот её играет Глен Клоус. И, ну, там очень, действительно, откровенно показаны их отношения. То есть, насколько... Ну, в какой-то момент он думает, что, ну, всё это, в принципе, он хочет вернуться в семью. А героиня Глен Клоус, она начинает преследовать его, преследовать семью. И многие говорили, что благодаря таланту вот этой актрисы этот фильм приобрёл глубину, потому что многие, ну, действительно, сочувствуют, думают, ну, как же. Это, в принципе, месть обманутой женщины, которая... Ну, она действительно немножко, ну, переходит границы, она не в себе. Она пытается убить его жену, пытается убить его. Но при этом, ну, люди вот благодаря этой актёрской игре вдруг поняли, что, в принципе, не всё так однозначно. Это не просто какой-то, ну, такой комиксовый злодей. Это вот действительно трагедия, которая переживает. И актриса Глен Клоус, она, интересно, она признавалась, что люди затем приходили к ней, подходили к ней, её благодарили, потому что именно показав вот, ну, вот эту такую страшную ситуацию, в которую попадает этот герой, люди десять раз задумывались над тем, стоит ли изменить своей жене, стоит ли разрушать свою семью, стоит ли рисковать, ну, всем своим благополучием ради какого-то, ну, пятиминутного, условно говоря, удовольствия. Вот, в принципе, вот фильмы, получается, могут и научить через эти модели ситуации, показать какие-то примеры, которые могут быть положительными, отрицательными. Ну, да, конечно, это, ну, такой моббинг показан в той ситуации, ну, можно эту женщину, конечно, и понять. Я думаю, что превентивная роль кино тоже, ну, в какой-то степени, да, она может показать модели, которые могут помочь избежать и не делать какие-то глупости, но каждый совершает свои глупости. может, не такие будут, другие, и, конечно, сгущенные краски, что не всегда, есть тысячи пар, которые делают разные-разные такие же вещи, и всё получается благополучно. Ну, не всегда кино соответствует действительной жизни. Нужно это тоже нам понять. Хотя игра актёрова и сценарист, он создал картину, как будто они конструируют реальность. Это кино, режиссёр, сценарист, он берут на себя божественную функцию, он делает реальность, потому что в нашем сознании это то, что произошло на экране, это реальность. Мы же понимаем, что, с одной стороны, сознанием понимают, да, ну, это же сказка для больших людей, но всё-таки это оказывает влияние. Хотя говорят, что советское кино было действительно таким пуританским, тем не менее были действительно очень такие яркие сцены, например, в фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублёв» были показаны языческие традиции «Ночи Ивана Купалу», когда люди раздеваются, купаются в речке, занимаются беспорядочным сексом. И, в принципе, до сих пор, говорят, это самая массовая обнажённая сцена в истории вообще советско-российского кино. Потому что вроде бы запреты, но Рублёву удалось как-то получить разрешение и снять такую вот сцену, хотя там, ну, показывают за деревьями, не так всё откровенно, но, тем не менее, мы понимаем, что эти люди голые бегут купаться там и потом вступают в беспорядочные связи. Ну и много других. Ну и этот, как будто бы ведь всё было, бриллиантовая рука со стриптизом, свет личный. То есть, в принципе, вот как, по-вашему, получается, что в советском кино всё-таки присутствовали, вот эти, прорывались эти элементы сексуальности? Ну, запрет никогда, ну, невозможно реализовать в полном объёме, потому что всегда будет какая-то, мы же не знаем о тех ситуациях, которые запретили, там, порезали на куски книгу, я не связали, сколько хороших фильмов, которых были, ну, тоже довольно безобидные, но всё-таки эротические сцены вырезали. Я думаю, что там было оставлено что-то специально, чтобы это было интересно смотреть. Могли абонировать Дель Шпигел, какой-то советской Германии журнал, там в конце был маленький такой фотографий эротического характера, и этот журнал, все там его, они немецкие чуть-чуть там читают, но эта эротика интересовала всех, и, конечно, я думаю, что на этом и играли эти люди, которые в фильме, рабочие христиане, они же тоже сексуальные символы, там, не думаю, что советское кино было только, ну, столько пуританское, там уже были люди, которые могли это очень тонко и показать, что говорили, да, там человек показывает его силу, какие-то, показывает, какие язычники, какие они плохие, какие развратные, там, латическое кино тоже самое было. Вот латическое, я хотел спросить, а вот есть ли какие-то вот примеры? Цеплись, там же тоже сцены в кабаке, там все, и разврат там в полном объеме показан, но гнилой западный строй, но показали все, о, как в Латвии, что это интересно, как это было, да, давайте, нам надо тоже что-то попробовать такого, ну, это, это есть. Да, я, кстати, вот помню, что очень все, все взахлеб читали книжку, была такая книжка Кухаркина «По ту сторону рассвета», где он, ну, как будто бы под видом критики буржуазной культуры, он, мы просто в школе ее просто вырывали из рук, потому что мы говорили, посмотрите, какая гадость, вот группа КИС, вот посмотрите, вот, чтобы вам было понятно, какая это гадость, вот посмотрите, цветной плакат, и дает вот цветной плакат группы КИС, и вот я даже не понимаю, он сознательно ли это делал, или он просто издевался, ну, над советской цензурой, таким образом он протаскивал, то есть вот посмотрите, как много секса, значит, и вот там какие-то эротические рисунки, там, значит, были плакаты западных групп, то есть это все вот преподносилось под маской критики буржуазной культуры. Но вот, кстати, вот очень интересный ведь пример, когда, как протаскивали, ну, вот советские режиссеры, например, в фильме «Азорь здесь тихие», там, где погибали девушки на фронте, была в начале фильма сцена, где они моются в бане, и вот режиссер настоял, он сказал, что я должен показать этих, ну, вот девушек вот именно женственными, чтобы все поняли ужас войны, что вот эти прекрасные, красивые девушки, они погибнут в этом фильме, потому что этого не будет видно, если они просто будут, ну, такие в гимнастерках, и вот он действительно сумел пробить вот эту стену цензуры, и это 40-секундная сцена в бане, ну, многие там мальчишки просто бегали только ради нее, да. Или, например, вот Александр Мита, в фильме «Экипаж», там, где была эротическая сцена, вот актер Леонид Филатов и Александра Яковлевы, он это объяснял, он говорил, ну, как это, вот вы поймите, что это вот мы должны рассказать о членах экипажа, вот это, как у каждого своя, вот это вот, значит, там, он был плохим, он встречался со всеми там девушками направо и налево, крутил, но после вот этой катастрофы он проявит себя как герой, вот он должен пройти это. То есть были объяснения, все время вот под видом объяснений, протаскивались эти сцены, и, в принципе, получается, что все-таки эти сцены присутствовали и в советском кино, то есть под этим предлогом? Ну, были кино, которые были из демократических, ну, из-за венгерских, чешских, что обычно это были или уголовные, или шпионские какие-то фильмы, там показывали, я помню в молодости, фильм про шпионку, у которой нам нужно было брошь покрутить, и два моторчика, ну, это молнию, впереди и сзади, разделяет платье на две части, она спадает, там видно, из-за этой сцены многие ходили там на кино, это было патриотично, там смотреть, как борются с плохими западными шпионами, наши там советские, ну, советские там спецслужбы. Ну, так вот. Да, ну, а я вспоминаю сразу и «Высокий блондин в чёрном ботинке» с Пьером Рейшаром, где тоже были такие вот лёгкие эротические сцены, тоже всё это кино пользовалось большим успехом, но ведь получается, что это фильмы, которые не были эротическими, но в них просто присутствовал какой-то элемент эротики, элемент, ну, вот, показа женского тела, вот насколько это, ну, является частью художественного замысла, потому что, когда мы приходим в музей, мы смотрим картины, нас не шокирует и не удивляет, что там на картинах могут присутствовать обнажённые женщины и какие-то такие эротические сюжеты. Почему это бывает, ну, что вызывает, шокирует так в кино? В кино эта картина, она действует, она, это человек современности в какой-то степени, он в реальном времени, и это, конечно, вызывает эти действия, вызывает реакцию людей, и думаю, что это, то, что, ну, трудно было бы цензурой подвергнуть, ну, например, там, памятники стороны, хотя это, исламские, христианские деятели могли и разрушить какие-то скульптуры, Будды там, или эротических каких-то темплей, если они могли туда попасть. Да и в Советском Союзе в 20-е годы были попытки вот закрыть голые, непристойные скульптуры, это было даже, тоже мы видели. Ну, да, трудно сделать жизнь без сексуальности, кино тоже, они как-то показывали сексуальность, но сексуальность приписывали, например, там, каким-то разлагающимся людьми там, в 60-е, 70-е годы фильм там про, тоже про послевоенное время, как это, бандитизм и все, и там приходит там шпионка и они занимаются сексом, не снимают, за этой сценой этот фильм шли смотреть молодые люди, что это интересно, и девушки воспримиряли, о, как она там действует, как интересно, как одета, так странно, ну, то есть, не всегда это проходило, удалось этой цензурой, с цензурой выразить все, что, ну, живое, чувственное. Но получается ведь, что мы, вот, кинематограф прошел какой-то, вот, мне кажется, уже болезнь запретов, с одной стороны, ведь, уже появилось, ну, если кто-то хочет смотреть только эротический контекст, сейчас в интернете можно совершенно спокойно увидеть, все что угодно, и, в принципе, в этом уже нет никакого табу, нету никакой какой-то запретной вот клубнички, ради которой раньше шли и смотрели фильмы, ну, просто легкоэротического жанра. И вот что, в принципе, почему все-таки вот сейчас кинематограф становится тоже такой немножко ханжески-пулитанским, то есть, я понимаю, что, может быть, это возрастные рейтинги, что вот молодеет аудитория кинематографа, и чтобы не отсекать эту аудиторию, сами себя цензурируют, может быть, эти фильмы. В то же время вот есть сериалы, в которых очень много эротических сцен, и эти сериалы можно смотреть на кабельных каналах, и это, в принципе, абсолютно там все табу сняты. Я думаю, что все-таки идет положительная такая тенденция в искусстве, что искусство показывает то, что в жизни есть. И нельзя показать, жизнь, если ты не показываешь каких-то вещей, идет вопрос о том, как показать, как показать отношения людей, в которых, конечно, есть сексуальность, эротизм, есть нормальное явление, и если человек здоровый, у него нет этого художника, нет этого комплекса, он покажет всю жизнь, даже один покажет, может показать это натуралистично и неинтересно, и чисто будет какие-то вызовы отвращений, а другой покажет это очень-очень интересно. то, что в начале мы говорили про, что в кино есть какие-то, в кино признано искусство, даже несколько лет назад в Латвии, думаю, что фото искусства, не было искусства, есть в академии, здесь через улицу, факультет фото, кино есть, чуть дальше надзирно, академия культуры, там кино, да, кино есть, а фото высшее образование, начиная с начального до, не знаю, мне кажется, что есть несколько курсов есть по фотографии, а такого полного образования нет, я думаю, что все-таки технологии, возможности приходят и сделать цензуру в наших условиях практически невозможность, технология переступает ту черту, она дает те возможности, которые к цензуре не может дотянуться, можно, ну тогда нужно отрезать интернет, в Китае, не знаю, в Россию, в Северной Корее, да, в Северной Корее по-моему, за порнографию смертной казни, да, там в принципе, все сурово, но вот тем не менее в современных латвийских фильмах мы не видим эротических сцен, практически эротика отсутствует, они обходятся без показа женского тела и вот как бы уходят, ну, пожалуй, может быть, ну вот фильм Блакус, по-моему, вот был недавний, в котором была тема, ну, отношений, но тем не менее, там достаточно тоже все целомудренно, хотя показано вот отношением парня и девушки на протяжении нескольких лет, вот почему тоже вот все-таки здесь какая-то, вот мне кажется, наша холодность, отстраненность, мне кажется, что есть какая-то кастрированность, болезненно, больно об этом говорить, но то, что у нас происходит в обществе, что часть людей уезжает, что низкая рождаемость, высокая смертность, что нет импульса, нет того естественного начала, откуда идет радость, и сексуальность, она дает, это элемент неизбежный элемент радости, это нужно показать, не только можно, но это нужно показать, другой вопрос, как показывать, как показывать эротичность, как показывать отношения, в которых есть и здоровая эротичность, это было бы очень хорошо, если бы люди кино в Латвии тоже могли это сделать. Я надеюсь, что наш разговор вот с нашим гостем с Артуром Шульцем, доктором сексопатологом будет продолжен, и может быть в наших следующих программах мы встретившись обсудим уже какие-то может быть конкретные фильмы, конкретные ситуации, большое спасибо говорю нашему гостю, спасибо и до новых встреч. Спасибо за приглашение.